Субтитры создавал DimaTorzok Ну, определенный процесс, потому что на этом пути есть только процесс, а результат, он как часть этого процесса всегда, но любой результат, он через определенное время обнуляется, ну, как бы вы достигаете определенного результата, но этот результат есть часть процесса, да, и поэтому Есть такое высказывание, что сам путь и был целью Сам путь И я сегодня уже вам говорил, что невозможно избежать вот на этом пути, ну, как бы сразу превратиться в бабочку, минуя, знаете, вот эти все стадии трансформации Потому что каждая стадия трансформации, она дает вам определенные знания и она способствует последующей трансформации И если мы вспомним, что, допустим, Гаутама Будда, который один из самых известных просветленных мастеров Он же перед тем, как просветлеть, он изучил более двух с половиной тысяч практик различных, техник Он переживал самые различные состояния И невозможно сказать, что это было все не нужно делать Потому что, как я понимаю на своем собственном примере На своем собственном опыте, что все эти практики и техники в той или иной степени готовят ум к вот этой тотальной сдаче Это же только, ну, как бы в уме кажется, что это, ну, в принципе, если ты понимаешь, что, ну, можно издаться там Как бы, да? По факту, эта игра, она такая необъяснимая И как будто бы каждый человек, который находится в этой игре Он находится в своем неком мире эволюции И для него, его эволюция является, ну, самой реальной и самой актуальной И он другой эволюции не понимает Вот эти практики, там, сыроедение Потом есть же веганство, вегетарианство Есть раздельное питание, да? Есть герсон, герсон-терапия подход, когда соков очень много пьют И, в общем-то, это все действительно людям помогает На их этапе эволюции, вот, в их эволюционном Мне, допустим, это не поможет, ну, в моем эволюционном вот этом мире, да? Потому что это не действует на эти вещи, которые для меня актуальны Но для этих людей действуют, и они готовы спасать весь мир, думая, что вот этот эволюционный мир Он приемлем для всех рядом окружающих людей, которые тоже эволюционируют И здесь нужно понимать, что в любом эволюционном мире Есть самое главное, должна быть, это идея изменения То есть что-то человек должен изменить Не важно даже, каким образом он это будет делать Но если, и причем каждый в своем эволюционном мире понимает, что Да, меняться нужно именно так, да? И, ну, взять Бугновского, там, он после аварии, да? Он через физические упражнения, через работу мышц, да? И в его эволюционном мире это сработало Это было согласно его, вот этому этапу эволюции и миру, да? Но там было изменение, он изменился И вместе с этим каждый меняет вот эту позицию ответственности Потому что нужно уйти из того прошлого И быть некими другими И вот этот момент, он является основополагающим Не важно на самом деле, что вы будете делать Но то, что вы должны изменить, это должно соответствовать вашему эволюционному миру Потому что, если вы это не понимаете в своем эволюционном развитии То, ну, оно к вам не приложится Вам каждому нужно найти именно тот способ изменения Который понятен и адекватен его эволюционному миру, да? И первый фактор – это изменение Второй фактор – это воля Вот в любом... Это, понимаете, это вот у нас там, к примеру, сидеть утром и вечером А вот представляете, вот это вот сыроедение Это же не просто так Ну, там такая, такой идет Организм полностью перестраивается Он же не привык так питаться Кто так питается? Нас никогда так, мы с детства, никто так не питается вообще-то Скажем так, в кавычках, нормальные люди так не питаются И смотрите, что делает сыроедение Ну, и вообще вот эти вот вещи Они же тоже разодождествляют Поскольку, что такое нормальный человек? Это культура Это спящий персонаж Это дрим, 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 придрим Дрим – это сон, да? А что такое сон? Это человеческая жизнь Что такое пробуждение? Помните, мы вместе с вами смотрели этот фильм Люси Что это потеря всего человеческого, пробуждение Это чем меньше всего человеческого, тем больше ты осознан Да? И по сути получается, что полностью уйти от человеческой культуры Потому что культура передается Ну, в том числе и с одеждой Но она передается с едой Вот мы сейчас были на обеде Это культура тоже, да? Вот форма еды И вот это вот все то, что там естся Но сыроеды вам скажут – это отрава И представляете, вот это вот уже элементы фанатичности Вот непонимание Но это их эволюционный такой уровень И это подстегивает их волю Потому что если они не будут думать, что это отрава То, ну, конец их сыроедению придет через, ну, к ужину Потому что жрать захочется сразу Да? А так вот, представляете, они зомбируют А вот вегетарианцы как себя зомбируют, да? Да ты нормальному человеку просто покажи, как животное убивают Я вот посмотрел фильм Я не вегетарианец, но я потом месяц не мог есть мясо Потому что мне просто от этой картины дурно Но это же используются опять фанатические методы Потому что мы все ходим в туалет, мы кукаем Мы видим этот Но мы же не представляем это во время еды Зачем это делать? Да? Чтобы себе портить аппетит То есть, ну, это берутся такие приемы И как бы в свою веру обращать Да? Ну, то есть, опять же, вот, согласно этому эволюционному уровню Смотрите, они же пропагандируют Они говорят, это убийство Но где же тогда истина? Если они признают, что смерть есть Если они в дуальность Да? Как? Если они такое длительное время зомбируют человека, что есть смерть Так чем они лучше, чем коммунисты? Как они, потом эти люди, выйдут из этого зомбирования Если у них это уже пропитано Что убивать И они живут вот в этой дуальной концепции Но, понимаете, это эволюционная ниша Конечно, они собирают туда таких Ну, как, вот меня туда не затащить было Почему? Потому что это не моя эволюционная ниша Я не могу находиться в этой более узкой концепции Да? Но для кого-то у них глаза загораются И они же меняются на самом деле Они начинают вставать на путь Они идут, они развиваются, они меняются Но для них необходимы вот такие инструменты Да? И просто нужно понимать, что истины в словах, в поступках, в действиях нету Это все полуправда Это правда относительно точки зрения Которая подразумевается под этим выражением, словом Либо методом, либо действием И поэтому вот те вновшества, которые мы вносим Они не как вот такие вот фанатичные вещи Только сыроедение, все навсегда и так далее Нет Просто сейчас мы находимся с вами действительно в очень сатистическом месте Здесь действительно случаются очень такие волшебные случаи Плюс у нас еще есть сейчас космическое, так сказать, оружие, да? Шри-Багалат Все это в совокупности Видите, я когда вот, и вы все, когда мы медитируем Ну никто мясо не хочет есть Даже рыбу, даже... Ну это просто вибрации другие Вибрации другие Но это вибрации саттвы Но я-есм проявляется через саттву, тамас и раджас То есть тамас тоже пропитан я-есм, то есть сознанием И раджас пропитан, и саттва пропитана И быть сознанием, это не означает исключить тамас и исключить раджас И быть только саттвой Что мы видим, например Вот когда мы проезжали Манали Вот там поселяются люди, которые шанти-шанти Ну как бы тихо-тихо Ну и вот как бы О, этот мир И вот они удаляют из жизни Раджас И удаляют тамас Но это по сути По сути продолжение Разделение То, что мы с вами изучали Спектр сознания Это самый низший уровень отождествления С психологическими дуальностями Потому что получается, что просто парами здесь выставляются саттва и тамас Саттва и раджас Но это очень низкий уровень психологического отождествления С какой-то психической одной только составляющей Не полностью психикой И никому этого не объяснишь на том эволюционном уровне Потому что бананы в ушах Слепость не доходит И разум не понимает этого Но это все пути И вот таких вот эволюционных прослоек Вот мы же сейчас вышли на этот уровень ведения семинаров Я просто сейчас ты Сейчас начинается новый сезон А вот я там рекламу выставляли И там каких только направлений нет И по углям ходят И ведь там же пишут отзывы люди искренние Что очень помогает Что жизнь преображается и так далее Но это все эволюционная прослойка Такая, которая получает соответствующий инструмент Соответственно своему уровню эволюционному И точно так же сейчас На данный момент Каждый из вас находится на своем эволюционном уровне У вас немножко будут разные задачи То есть у вас эволюционные миры Они немножко разные Но внешне это все проявляется через одни и те же вещи Теряются чемоданы Болеет тело теми же проявлениями Потому что у вас одно тело И все уровни проявляются через практически те же симптомы В общем-то Потому что а как? Крылья у вас не вырастут То есть, соответственно Ну, чтобы там на крылышках что-то там То есть у вас всего то, что у вас есть физическое На этом и будет все проявляться в любой уровне Любой уровень Поэтому И деструктивные эмоции Они остаются в том же абсолютно наборе В проследленных не появляется какого-то Как это, знаете Там Пексикола лайт Обида лайт Или святая обида Или просветленная обида То есть та же самая обида Только в ней признаться еще труднее Ну как же Я же уже вроде на таком уровне И уму все труднее и труднее признаваться в этих вещах Вот И Поэтому игра она так продолжается И прямо сейчас вы понимаете Что Там, к примеру, то, что у Хикари чемодан потерялся Это не значит, что она сейчас Самая грешная Самая менее Просто она на своем уровне На своем эволюционном витке Сейчас выполняет свою задачу У нас всегда есть дефицит силы На своем витке У всех Всегда Дефицит силы И просто на ее витке У нее идет розыгрыш Опять же через те же обстоятельства Ситуации И Точно так же Если Вот у нас у Хати был Да Тоже Момент Но Хати очень хорошо поняла В связи с чем это было На своем витке И Первый мой приезд в Тире Я вообще без чемодана Это включили поместье Тоже такие вещи Первый мой видит в Тире Без чемодан Абсолютно Без ничего Но вот Да Тут случаются такие вещи Поэтому Да Это конечно Но каждый трактует по-своему Потому что Каждому сознание Как бы отвечает На те запросы Внутренние Которые есть На вашем эволюционном витке Поскольку Вот эта ситуация Она затронула вас всех Все ждали этот чемодан Все Испытали физические Какие-то дополнительные нагрузки Но Это знак для всех И мы уже поняли Что Это так сознание Задает тон Вот этому ретриту Собственно говоря Тема эта оживилась Это Слом Программных Стереотипных Представлений О том Какой-то должна быть Реальность В ближайшее время Да И Это действительно Очень Показательный момент На самом деле Насколько Мы свободны Потому что Всем понятен фильм Матрица Но там говорилось Именно о том Что матрица Это как некая программа Из которой мы не можем выйти Матрица Запись Матрица И мы тиражируем 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 И Эта матрица Многоуровневая Поскольку Один раз Вы вышли из программы И уже Вот этот выход Из программы Как бы тоже Становится программой Если вы его повторяете То это опять программа Да И Здесь Является Только осознанность Только осознанность Тем Что на самом деле Вас просто выталкивает Из программы Потому что В конечном итоге Вы можете быть в программе Но Осознанность Она позволяет Вам Эту программу Осуществлять Как Творческое Выражение Себя Но По сути Это знаете Это остановиться Здесь Сейчас Потому что Программа Нужна Всегда Для построения Будущего И Ведь В чем сложность В том Что у нас Есть представление Как Все сложится И произойдет И Вот вы Заметьте Просто Задание От сознания Пришло уже Выходить из программ И вот вы Заметьте Сегодня Завтра На протяжении Всего ретрита Что Вы страдаете Только потому Что Вы не согласны С тем Что Ваша Любимая Программа Почему-то Дала Сбой Да Мы страдаем Только Поэтому Ну Там Взаимоотношения Так это значит Он должен был Так посмотреть И так Ответить Это тоже Программа Все Да И Вот здесь Вот и Начинается Ваша Игра Игра Смотрите Если Раньше У вас Была Реакция Страдания Или Деструктивная Эмоция На то Что Ваша Программа Разрушена То Сейчас Для вас Это Знак Что Необходимо Вот здесь Сдаться Потому что Именно в этот момент Ум начинает Конфликтовать И он Не проживает Чувства Определенные Печали Допустим Да А он Что Делает Он Начинает Тиражировать Деструктивные Эмоции То есть Если У вас Появилась Деструктивная Эмоция Это Априори Означает Что 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 Программа Ума Вступила В конфликт С реальностью То есть Реальность Она же Всегда Проявляется И вот Пока Реальность Проявляется Согласно Программе Все нормально Как только Реальность Проявилась Не так Как Знает Эта Программа Ум Начинает Конфликтовать Но он На нее Не может Подействовать На реальность И он От своего Бессилия Тогда Я обижусь Я сделаю Себе Назло Всю Я себя Разрушу Но он Не знает Что он Себе Разрушает И поэтому Как только Вы замечаете Какие-то Вот такие Чувства Моменты Вы понимаете Что Стоп Вот здесь Вот надо Играть Понимаете Здесь уже Речь не о том Чтобы сидеть В трансформациях Знаете И так далее Это очень Быстрые шаги Возвращение В осознанность Это вы уже Должны накопить Такую силу Знаете Чтобы вот Не обижаться А Пропустить То чувство Ну Чаще всего Это печаль Гнев Несправедливость Нет Несправедливость Это уже программа Чувства Да Эмоции Чаще всего Это Естественные эмоции А потом же Появляются Но естественно Я не принимаю печаль Поэтому Я сотворяю Концепцию Несправедливости И объясняю Почему печаль Мне не нужна Это Соответственно Как только Вы обнаружили Деструктивную эмоцию Это означает Что Ваш ум Вступает в конфликт С реальностью Но ваша задача Прожить Естественную эмоцию Ведь смотрите Мы же не проживаем Тоже Радость Радость И вот здесь Нам конечно Помогают Наши практики Потому что Понимаете Вот этот вот Уровень Когда Мы не одно поколение На физическом уровне Учились Не проживать Эти чувства У нас Все это Закреплено Блоком Тела И вот тут Вот даже Если вы Такие Умные Даже Если Дошли до этого Что Надо пропускать Печаль Надо пропускать Радость Вот вы Попробуйте Обнаружив блок Пропускать эту Радость И печаль А нифига Не получается Потому что Тело Само по себе Если оно Четыре поколения Было вот так Зажато Так вы его Сразу-то и не Разожмете Да И вот здесь Вот нужна Вот эта Четырехэтажная Практика И Потому что Вот это Разжимается Это пропускается И приходит Больше Осознанность 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 Не за счет того Чтобы Ну как бы Пытаться быть Осознанными Да А осознанность Натуральная Естественная Через Принятие жизни Такой Какая она Есть Через Принятие жизни Такой Какая она Есть Я не просто Так сказал Что Интересно Прошло Четыре года А Шрибагават Как будто бы Помолодел Он еще Больше Стал как Ребенок Выглядеть Вот Прям Весь Такой И Он кстати Говорит Что Вот те Кто это Поняли Они Действительно Начинают Выглядеть Как дети Невинные Вот это Вот Невинность Невинность Дети Они Не Корят Себя Как Вот мы Допустим Мы что-то Сделали А потом Думаем Ой Как мы Неправильно Сделали Дети Не умеют Так Делать Ну Постфактум Говорить Ой Я там Тапочки Не сняла Она На меня Так Посмотрела Да То есть Они Раз Все это Пережили И живут Дальше И так Далее И Поэтому Живя Таким Образом Мы Приходим Мы Как бы Снова Переживаем Вот это Детство Второй Раз Но только Осознанно Потому что Дети Конечно Это делают Но они Делают Это Неосознанно Неосознанно Второй Раз В жизни У нас Все Освещается Лучем Осознанности Осознанности Мы Непосредственные И при этом В нашей психике Появляется Такое качество Как Осознанность То есть Осознанность Замечать Осознавать И через эту Осознанность Жить Осознанность Конечно Если говорить Точно То Осознанность Она Появляется Как Как проявление Тоже сознания То есть Осознанность Не является Вами Ну Той истиной Потому что Осознанность Это тоже Проявление Сознания Это не истина Потому что Осознанность Это в какой-то Степени Все-таки Функция Ума Ум Является Проявлением Сознания А Является Проявлением Сознания Это не само Сознание Поэтому Осознанность Не бывает Постоянная Она так же Как и Все Что Она так же Как и все Что Проявляется Она Не постоянно Поэтому Конечно Мы попадаем Вот в эту Ловушку Как бы Пытаемся Быть Осознанными Но Есть Косвенный Способ Когда Мы Я просто Хотел Сказать Что Действительно С Уровнем Возрастания Пробуждения Увеличивается Осознанность Но Если Мы Страдаем По этому Поводу Ой Я Сегодня Мало Осознанно Значит Я Опять Неосознанно И так Далее То Мы Не Понимаем Что Осознанность Это Тоже То Что Не Подлежит Нашему Контролю Вот Этот Момент Я Еще Замет Да Это Все Ну Такие Ловушки На которые Попадаются Что Сидеть Вот В практике Чтобы Увеличить Осознанность И так Далее Осознанность Является Следствием Следствием Просветления То есть Правильного Понимания Правильного Понимания Правильное Понимание Гласит Что Не Надо Конфликтовать С Реальностью И Поэтому Конечно Можно Сидеть Только В таких Ретритах Можно Есть Сыроедение И так Далее Ну Кстати Всех Кого Я знаю Сыроеды Они Очень Сильно Конфликтующие В психологическом Плане С реальностью Люди Прям До Невозможности Это Как правило Маргиналы Люди Которые Не умеют Жить В обществе Это Какие-то Супер Перфекционисты С Эпилептоидными Чертами Характера Эпилептоидные Это Вот Положил сюда Пусть лежит Здесь Ну То есть Вот такие Вот Люди И Ну Они Вот Находят Такой Косвенный Способ Работать Со своей Психикой Потому что Психика Все равно Под действием Вот этого Она тоже Размягчается Тихонечку И Я Как вижу Что Осознанность Она Увеличивается Косвенным Способом Точно так же Как мы Идем К освобождению То есть Мы не можем Достичь Освобождения Но мы можем Достичь Просветления Мы не можем Увеличивать Осознанность Мы не можем Но Мы можем Увеличивать Принятие жизни Такой Какая она есть Помните Мы говорили Мы не можем Контролировать Наш уход Из медитации Но мы можем Что сделать Как только мы Очнулись Мы можем вернуться Наблюдать За дыханием И это Косвенно Нету Никаких Примых Способов В честной Работе По направлению К истине Все Способы Косвенные Они Как бы Якобы И как бы Раз и ты там Оказываешься Но Как бы Знаете Не смотря Вот камера Это истина То есть Не разрешается Смотреть на нее То есть Надо смотреть Вот на эту Лампу Но когда я смотрю На эту лампу Я вижу И эту камеру Но на камеру Я нельзя смотреть Потому что Закон истины Как только ты смотришь Или пытаешься Что-то прямо Ты ничего не увидишь Через косвенные вещи И точно так же Осознанность В нашей жизни Повышается Тогда Когда Мы Не напрямую Пытаемся Знаете Вот там Быть осознаннее Быть осознаннее Быть осознаннее А мы Увеличиваем Нашу способность Принимать жизнь Такую Какая она есть Поскольку После того Как приходит Это понимание Просветления Которое В общем-то Объясняет Шри-Бхагават Просветление Дальше Происходит Каким образом Мы Функционируем На уровне Сознания Ну вот Это и есть Наша Осознанность Да Осознанность А остальное Все находится На бессознательном Уровне И Наши Реакции Бессознательные От которых Мы потом Страдаем Мы не можем Контролировать Чтобы они у нас Не появлялись То есть Я не могу вам Поклясться Что С этой минуты Я ни разу Ни на кого Не обижусь Потому что Я не могу Управлять этим процессом Вот если оно пойдет Из бессознательного Значит Такова реальность Значит Но Эта реакция пойдет Но Как только я заметил Потому что Первое время Мы ее не замечаем Она выходит Из наших генов Она выходит Из нашего Бессознательного Ну и это Как та программа Вообще Зачем мы сюда пришли Мы же сюда пришли Для какой-то Души цели И как раз Вот эти вещи Которые поднимаются Это как раз Те задачи Которые мы должны Успеть И исполнить Здесь И вот Появляется Эта обида Или вот этот страх Ну В ситуации Да Что там Это же знаете Вот интересно Чемодан Хикари Только у Хикари Там У всех остальных Все спокойно Ну Потому что Вот этот Вот опять Персоналитет Да То есть Хотеть Да Даже Чемодан Хикари Ну что там Он найдется Что там Переживать Ну каких-то Два дня Она побудет Без этих вещей Можно было уже Уехать И потом Вы этот чемодан Привезли Да А вот Когда Свой чемодан Да Свой чемодан У каждого Это вот Знаете Почему Потому что Вот Бессозная Культура Вот эта вся История Вот эти Все привязанности Понимаете Чужую боль Руками Разведут Когда мы С вами Понимаем Понимаем Что Как Вот эти вот Как человек Как человек Потому что Мы же сейчас С вами люди Не какое-то Бесформенное Сознание Вот В реальности Сейчас Мы люди Ну Гипотетически Мы сознание Но Но В реальности С момента Сейчас Мы люди Мы с вами Мальчики Девочки Тетеньки Дятеньки А не какое-то Бесформенное Сознание Да И Просветлели Просветлели Просветление Это только Вот Ну Ступени Чтобы Начать Осознанно Дальше Пробуждаться Потому что Я вам скажу Тоже сейчас Еще такую Вот Интересную Вещь Которую Пока Не говорил На наших Встречах Что Мы Пробуждаемся Полностью Когда Сон Исчезает Так же То есть Если мы Думаем Что мы Проснулись Но мы Еще во сне Ночью Значит Мы еще Спим Но мы Во сне Как бы Проснулись Но мы Спим То есть Это называется Проснуться Во сне И Как бы Продолжать Спать Но думать Что ты проснулся И быть Осознанным Во сне Да Вот Мы С вами Полностью Проснемся Когда Этого Мира Не Поэтому Если мы С вами Сейчас Проснулись То есть У нас Появился Элемент Осознанности А сон Есть Значит Мы Что сделали Только Всего лишь Навсего Мы Проснулись Во сне Проснулись Во сне Но мы Не полностью Проснулись Мы Не соприкоснулись С собой Мы Не увидели Себя Ну Кто я На самом деле Потому что Мы Во сне А как Вы можете Во сне Увидеть себя А вы же В комнате Спите А во сне А во сне Где нибудь Там Знаете В Африке А как Вы во сне Можете Увидеть себя Спящим В комнате Вы Не можете Это увидеть Пока Вы во сне Вы себя Спящим В комнате Не можете Увидеть И вот Точно Так же Пока Мы здесь Во сне Мы Себя Спящим Там Где мы Спим Мы Не можем Увидеть И все Это Тонкие Опыты Ума Самадхи Самоосознание И так далее И так подобное Что бы ни говорили Как бы Не хотелось Выдать За это Это все Работа Ума Работа Ума И вот это Просветление Оно же Вот эта Сдача Наконец-то Сдаться Перед этим Поиском Потому что Человек Занимается Поиском А не Принимает Жизнь Такой Какая Она Есть Чувствуете Игру Что она Не где-то Когда-то Начинается А она Прямо Сейчас Каждое Мгновение И И Конечно Вот этот Социум От этого Никуда Не деться Вот эти Правила И это И жизнь Почему Шри Багават Говорит Что Ты не можешь Бороться Со мной Как социальное Появление Ну Сейчас То что я Делаю Замечания И то что Это мешает Работе Это по факту Действительно Так Но С чем Ты должна Работать Ты должна Работать С своими Чувствами Потому что У тебя Возник Страх Это не означает Что ты должна Наплевать Там Плевала я На вас Всех Да То есть Мы в социуме Не должны Себе так вести Мы должны Вести себя Соответственно Моменту Если Это действительно Ну как бы так Надо придерживаться Я не боюсь Никого То есть Дело Не в том Чтобы не бояться Никого А в том Чтобы пропускать Этот страх Или Это есть Внутренняя работа А внешне Мы ведем Себя Согласно Моменту Моменту Как Нужно Согласно Моменту Для достижения Наших намерений И Ну Соответственно Ситуации И вот Когда мы Понимаем Что Абсолютно Мы достичь Не можем Не можем Абсолютно Недостижим Никак Потому что Мы Есть Это уже Вот это вот Понимание Опять же Мы Есть Это уже Как это Можно Достигнуть Если мы Есть Это уже Но Ощутить Мы себя Не сможем Потому что Мы всегда Можем Ощутить Только Проявление Абсолюта Но Не сам Абсолют Абсолютом Мы являемся По Своей Природе Но Тут тоже Не нужно Путать Что Ну Как бы Я Вот Есть Абсолют Я Есть Абсолют И переводить Это на Тело Физическое И жизнь Ну И что Мол Типа Я Ничем Не затрагиваю И так Далее Да Тело Оно 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 Не является Абсолютом Оно 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 И соответственно Тело Живет Согласно Законам Проявленного Мира Да А в Проявленном Мире У нас Какие Законы Закон Принцип Пола Мужско Женское Да А вот Кто-то Вот играл Эти игры Да Где эти Были Семь законов Гермеса Трисминтиста Все есть ум В плотном мире Все подлежит Полярности Север Юг Принцип Дуальности Белое Черное Да Принцип Вибрации Все Вибрирует Да Только Это Смена Группы И Тонких Вибраций И По сути Получается Что Если Мы Живем В этом теле Соблюдая Понимая Соблюдая Эти принципы Ведь Принцип Ритма Он о чем Говорит О том Что все Непрерывно Изменяется Но В принципе Согласно Ритму Согласно Ритму То есть Туда 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 Или Майя Принцип Маятника Радуйтесь Выгодно Невыгодно Оно все Уравновешивается Просто Мы как бы Этого не замечаем Мы потому что Слишком радуемся Удаче А потом Слишком Огорчаемся Неудачам Но если бы Мы делали себе График То оказалось Что их Одинаково Вот столько Сколько вы получаете Выгоды Столько 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 Вы потом И получаете Невыгодных Моментов И оказывается Это все Уравновешивается И поэтому Когда Есть Вот это Понимание Тогда Уходит Вот это Стремление Делать Все Только Выгодно Или Правильно Или Потому что Когда вы Видите На этой Диаграмме Что Сколько Вы не Старались Делать Хорошо Выгодно И так Далее Вы Ровно Столько Жи В жизни Получали Невыгодно И так Далее И Ну а Зачем Тогда К этому Стремиться Потому что Второй Полис Все равно Он Приходит Это Опять же Понимаете Просветление И вот Все эти Высшие Уровни Они строятся Все на Понимании Чисто Человек Понял Понял Не Делай Больше Не Понял Продолжай Тиражировать Да Вот Поэтому Понимание Сейчас Понимание Является На Высших Уровнях Игры Является Главным Инструментом Понимание Не требует Усилий Возвращение Возвращение Сыроедение Сыроедение Ведь Просветление Это то Что вы поняли И это понимание Не уходит И До этого У вас тоже были Понимания Но Они были Не такого Уровня Потому что Понимание Есть А потом Снова Нужно Какое-то Понимание Потому что Забывается И снова Проблема Возникает Да И вот Мы Накапливаем Такую Степень Осознанности То есть Принятие Жизни Такой Какая Она Есть До Уровня Когда Мы Приходим К такому Пониманию Когда Мы Больше Не забываем Это Обращайте Внимание Вот на этот Момент Понимание Это Самый Высший Инструмент Потому что Все Есть Ум Все Есть Ум А Понимание Это Тоже Часть Функционирования Ума Все Это Все Ум Это Все Ум Здесь Нет Ничего Что Не было Умом И Ум Получается Второй После Абсолюта По Величине Потому что Ум Есть Проявление Абсолюта Значит Он Меньше Чем Абсолют Но Попробуйте Выйти За рамки Ума Все Есть Ум И Конечно Вот эти Все Опыты Трансцендентальная Медитация Когда Якобы Ум Затихает И мы Если Мы Соприкасаемся С Абсолютом То мы Этого Не знаем Всегда Потому что Как только Мы узнали Это кто Включился Ум Поэтому Когда мы Сидим В медитациях А Осознанность Это проявление Ума А Все Что мы Хотим Это Мы хотим Осознать Себя А если Мы хотим Осознать Себя Мы хотим Умом Познать Абсолют То есть Это Вот Это Вот Замкнутая Игра Да И Поэтому Нет Никак Мы Себя Потому что Нам Не нужно Себя Опознавать Мы Это Уже Есть Мы Это Уже Есть Что Это Я Уже Себя Еще Еще Я Уже Продолжение следует...